Закон Закон Слова клятвы, что произносят сегодня будущие стражи порядка, новые сотрудники прокуратуры, схожи с теми, что звучали 300 лет тому назад. Ни для какой страсти свойства дружбы или вражды клялись служить прокурору, вступая в должность при Петре Первом. Великий реформатор стал отцом надзорного органа в Российской державе. Указ о его учреждении подписан 12 января 1722 года с четким обозначением смыслов. Прокуратура ОКО Дел Государственных. За долгие годы служения стране детище Петра переживало и взлеты, и падения. Отвечая за государственное управление в постпетровские годы и после, с приходом новой власти, почти полное забвение и новый расцвет. До революции 1917 года именно губернские прокуроры осуществляли надзор на российских территориях. Коми тогда еще не определилась в границах автономии. Зыряне обитали в Вологодской и Архангельской губерниях. Советская власть много изменила в привычном укладе жизни надзорного органа. Его, как и судебные институты, адвокатуру первым же декретом Совета народных комиссаров упразднили. Право на обвинение и защиту по уголовным и гражданским делам, как гласит декрет о пролетарском суде, получили все неопороченные граждане. Но таким путем наладить судопроизводство в молодом государстве не получилось. На этих полках в Национальном архиве республики вся история Коми прокуратуры, начиная с 1922 года. Протоколы, приказы, справки, отчеты. Вот один из уникальных документов личное дело Репина Дмитрия Павловича. Он стал первым прокурором Коми автономной области и был единственным профессиональным юристом Коми края на тот момент. Репин Дмитрий Павлович родился в 1879 году, а в 1911 году он закончил Казанский университет. Следует заметить, что тот же самый Казанский университет с дипломом юриста окончили и такие известные деятели российской истории, как глава временного правительства Керенский Александр Педорович и глава первого советского государства Владимир Ильич Ленин. 28 мая 1922 года. День образования Советской прокуратуры. 1 сентября того же года Коми областной. Профессиональный революционер-коммунист, опытный организатор Дмитрий Репин уже на второй день пребывания в должности облпрокурора, размещает объявления в местной газете ЮГТУЙ. Являясь от имени РСФСР органом надзора за законностью действий всех представителей советской власти, хозяйственных учреждений, общественных и частных лиц, прокуратура, всякие нарушения законности и бездействия власти, грозящие интересам республики, будет преследовать перед судом, поддерживать обвинения в суде. Здесь вы можете видеть первый протокол особого совещания, который провел прокурор Репин. Этот протокол касался взаимоотношений между прокуратурой, милицией, областным судом, трибуналом. Решили при всех затруднениях, при проведении должнания розыска обращаться в прокуратуру. В первом штатном расписании Коми областной прокуратуры было всего-то пять работников. И технический персонал. Покидая Коми край, Дмитрий Репин писал. Работа прокуратуры со дня ее организации была сопряжена с большими трудностями, протекая при отсутствии в области знающих дела работников, а также при неблагоприятных особенностях края, каковыми являются разбросанность населения при большой территории, отсутствие связей и прочее. Несмотря на недочеты, проделанную почти годичную работу прокуратуры признаю вполне удовлетворительной, свидетельством чему является с большим трудом завоеванный авторитет областной прокуратуры среди трудящихся Коми советских организаций. Пусть-Сысольск, улица Набережная, дом 36. Это первый адрес прокуратуры Коми, которая въехала тогда в здание областного комитета юстиции на углу Пролетарской. Сегодня это перекресток улиц Кирова и Пушкина, а на этом месте другой дом, но тоже свидетель событий первой половины 20 века. Нередко заключение прокурора об отсутствии состава преступления оспаривалось у ГПУ. Плюстители закона знали, чем чревата защита законных прав граждан, но исполняли свой долг до конца. Работу прокуратуры Коми в борьбе с классовым врагом НКВД оценивала как излишне объективную. За что в 30-е годы подверглись репрессиям многие блюстители закона. Лишь к началу 40-х взаимоотношения с народным комиссариатом внутренних дел, как сказали бы сегодня, стали сдержанно деловыми. Но начавшаяся война подчинила жизнь всей страны одному – победе над врагом. Имена прокурорских работников, погибших на фронтах Великой Отечественной, навсегда вписаны в историю Коми. Те, кто оставался в тылу, работали за себя и за своих коллег, которые сражались с врагом. В годы войны Таисию Ивановну Чапурнову назначили помощником областного прокурора по надзору за милицией. Ей было всего 23 года. Трудно, конечно же, трудно. Особенно в войну-то идешь по улице и смотришь, хоть бы где-нибудь кусок хлеба, может быть, валялся. Василий Иванович Юхнин пришел в прокуратуру Прелузия в 42-м после тяжелого ранения. Разоблачал халатность, злоупотребление, помогал семьям красноармейцев, защищал тех, кого пытались осудить огульно, неоправданно. Мастер, плавший, допустил аварию леса. При большом наводнении Весенина его судили за халатность. Пришлось этот приговор протестовать через вышестоящий суд. И человека освободили от наказания. Ветерану прокуратуры Алексею Михайловичу Мадянову сегодня 95. Война нарушила его планы стать военным. Водоперс был окружен нашими войсками, а немцы не сдавались. Почти три месяца его угрожали, три месяца там все боролись за водоперс. Там я уже получил позвоночное ранение. После долгого лечения в госпиталях и учебы Алексей Мадянов вернулся в родную коме. Возглавлял прокуратуру Сысельского района, а затем Сыктывдинского. Большинство дел в послевоенные годы были имущественными. В полуразрушенной стране захищение социалистической собственности наказывали строго. Прокуратуре выдалось вести надзор за системой ГУЛАГа, а после смерти Сталина реабилитировать невинно осужденных. В 1955-м принимается положение о прокурорском надзоре в СССР. Впервые принимается требование об образовании, только высшее юридическое. А к прокурорам республик, городов и районов возрастной ценз от 25 лет. Но в провинциальный, по сути еще сельский регион, в коме СССР, мало кто из молодых специалистов тогда хотел ехать. Елизавета Пантелеймоновна Иевлева работала учителем, когда в 1960-м ей предложили перейти в прокуратуру. Высшее юридическое получила экстерна. А после сама изъездила весь Союз в поисках молодых специалистов. Я им сказала, ребята, вы все будущие руководители нашей республики. Я еще помню, ребята так это улыбаясь, говорят, какой там руководитель. Нам бы следовательными помощниками работать. В музее республиканской прокуратуры оснащение, которое следовательно-отзорного органа использовали в своей работе. Фотооборудование, переносные печатные машинки, личное оружие. Работники прокуратуры были вооружены при выезде на место происшествия. Здесь представлены пистолеты, которые по тем временам закреплялись за каждым оперативным работником. И, как вы видите, все это трофейное оружие. То есть единого образца оружия для прокуратуры не было. Шли годы, росла экономическая мощь Коми СССР. На карте появлялись новые города, строились заводы. И, казалось, до светлого будущего подать рукой. Но внешнее благополучие социалистического государства требовало еще более пристального внимания за соблюдением законности. А значит, росла роль прокурора в уголовном преследовании и судебном процессе. Зачастую вопреки мнению местных партийных лидеров, которые считали на своей территории себя выше закона. Расследовал дело в Инте по шахтостроительному управлению. Вызывают меня в горком. Я прихожу, жду полчаса, жду час. Люди заходят, выходят, я все сижу. В конце концов, смело стягивался, значит, пригласил меня в кабинет. И, развалившись по-барски, значит, в кресле, заявил мне, значит, ты что тут ерундой занимаешься, людям мешаешь работать. Руководитель Интинского шахтостроительного управления номер 8 тогда уверовал в безнаказанность. Оформлял на работу мертвые души, шел и на другие уловки ради легкой наживы. Тот дело, как и многие другие, Юрий Князев довел до суда. Виновные были наказаны. Александр Иванович, я говорю, что у вас много бумаг, дел. Все-таки сегодня Новый год, последний рабочий день в этом году. Немного ли вы работы взяли на сегодня? Да нет, два, дело, на работу, на суд. По работе надеюсь на что? На решение вопроса о подследственности. Ну, а в жизни жду пенсии. И хочу, чтобы в новом 90-м году наше правительство, дорогое, не вздумало ввести талоны на кислород. Конец 80-х, начало 90-х. Время, когда страна пыталась научиться жить по-новому, пересмотреть десятилетиями складывавшиеся устои, переписать законы. События тех дней в чем-то напоминали суматоху 1917-го, когда прежние правила были уже не в счет, а новых еще не придумали. В 90-е, когда месяцами не выплачивалась зарплата, когда магазины встречали пустыми прилавками к представителям закона, да и к самому закону, было потеряно всякое уважение. Но даже в эти непростые времена прокуратура сумела сохранить лицо, выстоять, еще более сплотиться. А чтобы работа не накрывалась головой, помогали увлечения. Эти видеокадры – хобби одного из сотрудников тех лет Равиля Сафина. Последним руководителем прокуратуры КОМИ АССР был Алексей Буланков. Коллеги вспоминают, был честным, добрым, отличным организатором. Высокообразованным человеком. Расследование самых тяжких преступлений брал под личный контроль. Из интервью Алексея Буланкова 16 марта 1991 года корреспонденту газеты «Красное знамя». В 1990 году зарегистрировано на 22% больше преступлений, чем в 1989. Рост тяжких преступлений еще выше. Незащищенность граждан вылилась в то, что стало больше покушений на жизнь, здоровье, честь и достоинство. Нынешняя социально-экономическая обстановка приведет к еще большему росту преступности. Правовая основа отстает от быстро меняющейся ситуации в обществе. Действуем по законам, принятым в 1960-х годах. В августе 90-го КОМИ объявила о суверенитете в составе страны. Новые республиканские законы часто противоречили федеральным. С кем я? Я с республикой. И республика будет жить по своим законам. Хватит нам уже кому-то служить. Я вам говорю конкретно. КОМИ СССР будет жить по своим законам и будем нарабатывать свою государственность и суверенитет. Местные власти выходили за рамки полномочий. Прокуратура региона во главе с Виктором Ковалевским пыталась ситуацию исправить, нося протесты за протестом, но без особого успеха. Я знаю, что Виктор Ефимович Ковалевский в то время прокурор республики КОМИ очень много испытал и перенес в связи с этим. И давление на него оказывалось, и угрозы ему высказывались. Но тем не менее прокуратура выполняла возложенные на нее обязанности. Все изменилось в 2001-м, когда Госдума страны приняла закон, позволяющий оспаривать решения региональных властей в суде. За два года законодательство республики было приведено в соответствие с федеральной нормативной базой. Благодаря тотальному контролю надзорного органа возвращались долги по зарплате. На Интинской шахте, как выяснилось, прибыль оседала в чужих карманах. Прокуратура возвращала региону незаконно приватизированное имущество. Так в собственность республики вернули акции предприятия ОАО «Связь». Полсотни захваченных помещений Почты России предотвратили незаконную сделку по шахте Варгашорской, когда долю региона чуть было не сократили сразу в девять раз. Преступность – это, вы знаете, как лакмусовая бумажка, которая отражает социально-экономическое положение в обществе. Происходил захват собственности, делилась собственность. Те люди, у кого были деньги, как правило, эти деньги были получены нечестным путем, они старались завладеть предприятиями, которые в дальнейшем приносили бы прибыль. Что нужно было для этого? Конечно, это рейдеровский захват, это вымогательство. 340 томов и 25 обвиняемых крупнейшее расследование в истории КОМИ. Сотрудники регионального следственного комитета, МВД, ФСБ и прокуратуры обезвредили преступную группировку Ифы Козлова. Мощная, сплоченная и хорошо вооруженная банда из 90-х 10 лет держала в страхе жителей целого города, Заполярной, Воркуты. Схрон обнаруженный в районе комплексов гаражей. Было в этой машине. Судебное заседание длилось без малого 4 года. Преступники добивались оправдания, бились с гособвинением за каждый эпизод. Во многом в Воркуте проблемы криминализации, они решены в настоящее время. Активные члены ОПГ привлечены к уголовной ответственности и предстали перед судом. Преступность ежегодно, постепенно падает. Не менее резонансным оказалось дело по Пичугинской группировке. И вновь многотомное дело. Сбор доказательств. Суд, который обязан обеспечить равенство прав. Сейчас рассматривается Пичугинская группировка, где с одной стороны у тебя 18 подсудимых, больше 20 адвокатов. А на стороне обвинения находится у нас создана группа из трех гособвинителей, которые участвуют в процессе. Приходится, конечно, принимать все усилия, все меры, чтобы эти силы уравнять. И у нас это успешно получается. Около 7 тысяч дел ежегодно рассматриваются в судах Коми с участием прокуроров. При этом гособвинителей у нас всего 4 десятка. Детальное знание материалов уголовного дела. Выбор тактики, методики, представление доказательств знания до мелочей уголовно-процессуальных норм и судебной практики. Типичным тому примером можно привести громкое коррупционно-уголовное дело в отношении бывшего министра внутренних дел по республике Коми Половникова, которая широко освещала в средствах массовой информации. В ходе судебного разбирательства, благодаря грамотно выстроенной тактике предоставления доказательств и опровержения доводов странной защиты, гособвинителю удалось убедить суд в виновности Половникова в получении взятки и легализации незаконно полученных денежных средств. В суде прокурор – представитель государства, всегда подтянутый внешне, с грамотной речью, тонкий психолог с даром убеждения. Весомость в обвинительных выступлениях сейчас очень важное качество для прокурорских работников. Оно особо необходимо во время уголовных процессов с участием коллегии присяжных заседателей, когда решение принимает не профессиональный судья, а простые граждане. Когда планировалось еще введение суда присяжных, мы приглашали, обучали, конечно, гособвинителей, приглашали даже актеров с драматического театра, потому что нужно было уметь вот себя именно подать, и чтобы тебя услышали, увидели, услышали, поняли, и встали на твою сторону, тебя поддержали в процессе. С образованием Следственного комитета полномочия по возбуждению и расследованию уголовных дел надзорный орган передал новому ведомству. Но влияние прокурорского надзора осталось внушительным на всех стадиях следствия – от регистрации преступления и до направления дела в суд. В среднем в год в республике Купакоми возбуждается более 16 тысяч уголовных дел. И вот это каждое постановление о возбуждении уголовного дела прокуроры в течение 24 часов, что предусмотрено уголовным процессуальным законом, обязаны проверить. 279 решений о возбуждении уголовных дел и больше 11 тысяч процессуальных решений. По итогам этой работы было отменено в 2020 году. Безусловно, на этих стадиях допускаются многочисленные ошибки, о чем, опять же, свидетельствуют результаты прокурорской активности. Каждый наш шаг должен быть выверен, поскольку за каждым принятым процессуальным решением стоит судьба конкретного человека. На синеве погон – большие три звезды. В них все у нас – надежды и мечты. Десятки лет нелегкого труда. Такая, видимо, у всех у нас – судьба. А сколько за ними бессонных ночей, сомнений, терзаний и горя людей. Все чаще себе задаю я вопрос – зачем к этой службе я сердцем прирос? Каждый год в рядах прокуратуры – пополнение. Звучат слова клятвы о верности профессии, готовности служить стране, защищать закон, права гражданина. В прокуратуру не приходят случайные люди. Вернее, как правило, они здесь не задерживаются. Каждый студент, который находится здесь, так же, как и я, верит в то, что наша республика будет двигаться только вперед, развиваться. И, конечно же, мы с вами можем также стать частью нашей истории. Еще и года не прошло после учебы, а в послужном списке вчерашнего выпускника юридического вуза, а сегодня помощника прокурора Сыктывдинского района Егора Иванова, реальные истории, позволившие изменить к лучшему судьбы людей. Егор защищает в суде права сирот, пенсионеров, и все получается. Сирота с 18 лет не могла получить жилье в связи с тем, что за ней уже было ранее закреплено помещение. Это жилой дом ее отца. В один момент отец продал это жилье другим людям. Как я отражал в иске, данное помещение не благоустроено. Отец лишен родительских прав. То есть у него вообще не было возможности там проживать. И как таковое закрепление, как я считаю, оно вообще было невозможно, потому что возможно закрепить жилье, которое в социальном найме. Сегодня в прокуратуре КОМИ трудится больше 400 человек. В их числе природоохранные, прокуроры городские, районные. Сегодня к прокурорам городов, районов повышенные требования. Необходимо всегда держать руку на пульсе, быть осведомленным обо всем, что происходит на твоей территории. Очень важно сейчас, как по мне, важнее, чем раньше, это скорость, с которой прокуроры реагируют на нарушения. Проблема номер один в Уктыле уже который год коммунальная. Когда котельная оказалась в частных руках, ее оборудование перестали ремонтировать. Многочисленные жалобы от замерзающих в квартирах жителей города стали поводом для прокурорских проверок и исков в суд. Порядка 40 миллионов рублей это предприятие вложило в оборудование свое в целях подготовки к качественному прохождению отопительного сезона. Вот один из таких примеров прокурорского реагирования. Прокурор в районе – фигура, безусловно, знаковая. Зачастую единственное управо на чиновничьи, бездушие и волокиту. Но у каждой территории и своя специфика. Для Прилузского района, к примеру, ключевым направлением стал надзор за соблюдением законодательства об охране окружающей среды. И это оправдано. Это все-таки район сельский. Очень тут развита и деревообработка. Соответственно, ряд, в принципе, в состоянии преступности касается рубки лесных насаждений, сельское хозяйство. В Иркута – крайний север. В зоне ответственности здешней специализированной прокуратуры безопасность людей на предприятиях угледобывающей отрасли. Последнюю проверку провели в декабре 2021 года. Нашли нарушения, приняли меры. Исторически сложившаяся проблема Заполярье, пустующее жилье. Наша республика лидирует по северо-западу по размеру долга за коммуналку. В большей части за счет Крайнего Севера. Это вопросы оплаты присутствоснабжающим компаниям за поставленные услуги. Это вопросы и проблемы ветхого водовода. Это проблемы переселения людей из Крайнего Севера. На контроле Генерального прокурора России приоритетные и стратегические для развития страны направления. Исполнение социальных гарантий, борьба с преступностью и коррупцией, надзор за качественным исполнением национальных проектов. Для прокурора республики в приоритете развития региона. Новые рабочие места, модернизация медицины, возведение социальных объектов. И если в переселении из ветхого жилья регион преуспел, то строительство школ и ФАПов зачастую задерживается. Как это случилось в Помоздино. А все потому, что подрядчик оказался ненадежным. Мы хотим, чтобы вы выполнили свои контрактные обязательства в срок. Значит, повторно уже невозможно будет продлить контракт. Допускается один раз продление контракта. Поэтому дальше пойдут штрафные санкции и так далее. Пене, пене. Все, это не нужно. Ну и самое главное, нам нужна же школа. Мы все заинтересованы. Первое января, да? По федеральному проекту развития первичной медико-санитарной помощи в селах Коми должно быть построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Но работа затягивалась, пока не вмешались стражи закона. Процесс подбора земельных участков, подготовки документации ускорился. Сейчас идет строительство. Требую обеспечить комплексный сопровождающий надзор с посещением всех строек, обеспечить эффективность актов реагирования и ваше личное участие при их рассмотрении. Ну а чтобы не становиться прорабами, вам необходимо начинать надзорное сопровождение нацпроектов с момента разработки проектной документации, проведения конкурсных процедур. Пандемия коронавируса и последовавшие ограничения многое изменили в нашей жизни, как и в экономике. На некоторых предприятиях участились случаи невыплаты заработной платы. Прокуратура отреагировала. В итоге 2,5 тысячи жителей Коми в 2020-м получили задержанные выплаты. На особый контроль были взяты предприятия-банкроты, самочувствие малого и среднего бизнеса, будущее которых неразрывно определяет развитие всей экономики в регионе. На сегодняшний день вообще мне кажется, что нету сферы, где прокурор не может проявить свое вмешательство. И ведь очень часто люди говорят, да, вот в обычной жизни, а куда смотрит прокуратура, а куда смотрит прокуратура. И люди считают, что мы должны смотреть везде, мы должны надзирать за всем. Ну, собственно, что мы и делаем. Десятки тысяч обращений поступает от жителей в органы прокуратуры региона каждый год. И все они без исключения проходят через руки наших прокуроров. Тут нет места равнодушию. Прокуратура всегда там, где надежды на справедливость практически исчерпаны. Итоги твоей работы – это смог ли ты своими мерами прокурорского реагирования помочь решить конкретную проблему. К нам в прокуратуру люди приходят в разном состоянии. Там злые и с криками. Но мы всегда их рады принять. Кого-то достаточно просто выслушать. Кому-то мы можем оказать реальную правовую помощь. И для меня это главное. Я всегда требую от своих сотрудников, чтобы они ставили себя на место гражданина, который обратился к нам за помощью. Представив, что это его родители. Представив, что это его дети. Нужно всегда помнить и в автобусе, и в машине такси, и в аптеке, и в магазине, какую должность ты занимаешь. Чтобы никогда не было стыдно. Прокурор должен, во-первых, принципиальным, это жар, честным, тоже время быть человечным. Сохранить в работе человечность, отвергая формализм. Вот еще одна сторона ремесла прокуроров – умение находить время на чувства, когда времени на работу порой уже нет. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Совсем недавно мы с вами отыграли первый этап регионального кубка Республики Коми по интеллектуальным играм школьного чемпионата. И сегодня мы с вами играем вопросы второго тура. Это еще один небольшой, на первый взгляд, фрагмент работы Коми прокуратуры. В Сыктывкаре они долгие годы помогают воспитанникам детского дома номер 3. Три года назад старший помощник прокурора Сыктывкара Екатерина Голубева создала с ребятами команду знатоков, которая уже участвует в республиканском турнире по интеллектуальным играм. И вполне успешно. Учим детей развиваться, думать, мыслить, работать в команде, искать ответы на разные вопросы, которые могут возникнуть в их жизни. Прокуратура сегодня гарант верховенства закона. От ее экспертного мнения во многом зависит качество, норм и правил, по которым живет наша страна. Каждый ее гражданин. А потому главный результат труда прокурорских работников, созданный за многие годы и десятилетия, крепкий фундамент правового государства. Дорогие друзья, Республика Коми – пятый регион, где я проходил службу. У меня нет сожаления о работе ни в одном из них. Но самым плодотворным периодом, я считаю, 8 лет в должности прокурора Республики Коми. В наш профессиональный праздник желаю вам здоровья, успехов, но в первую очередь хорошего взаимодействия с правоохранительными органами и федеральными ведомствами. С одной оговоркой – если действия их представителей не будут противоречить интересам государства. С Днем Российской прокуратуры, коллеги! Органы прокуратуры – это прежде всего люди, сплоченный коллектив. В прокуратуре Республики Коми на протяжении многих лет работают профессионалы высокого класса, чьи заслуги по достоинству оценены руководством Генеральной прокуратуры России и нашего государства. Обязательно хочу отметить наших уважаемых ветеранов. Во многом благодаря их знаниям и опыту мы успешно выполняем поставленные задачи. Заслуги тех, кто посвятил себя защите интересов граждан, общества и государства, отмечены на самом высоком уровне. Благодарю коллектив органов прокуратуры Республики Коми за проделанную работу и поздравляю с профессиональным праздником. Желаю и впредь соответствовать высоким стандартам государственной службы, с честью выполнять возложенные обязанности и быть примером безупречной преданности делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...